В эфире новости Анапа Регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Итак, сегодня выпуски. Наценка минимальная, особенно на социально значимую группу товаров. Сделано на Кубани. Какие продукты мы увидим на анапских прилавках этим летом? Могут упасть на пешеходов, могут упасть также на ларьки. Туда не ходи, сюда ходи. Зачем обрезают платаны на улице красно-зеленой? Мы с готовым группой ныне, пресные рейки выполнили. День памяти. Сто лет назад начались репрессии в отношении казачества. В Анапе появится триумфальная арка. По поручению главы курорта Юрия Полякова в центре города, на театральной площади, на месте снесенного павильона, где торговали всяким ширпотребом, будет построена не просто красивая. А во многом знаковое для Анапы сооружение. На театральной площади появится новая курортная достопримечательность. Мемориальное сооружение в честь известных российских флотоводцев. Триумфальная арка и новый сквер украсят вход на главную площадь курорта со стороны улицы Крепостной. Город воинской славы. Известный город всей России. Конечно, здесь должны быть обязательно объекты притяжения. Такие места, у которых в памяти у тех отдыхающих, которые приезжают, они должны о чем-то говорить другим людям. То есть они должны говорить, мы были в Анапе, там такая триумфальная арка. Мы же, грубо говоря, я не хочу обидеть никого, мы же говорим, что в Париже есть триумфальная арка, да? Ну а чем? Не сравниться, да? Дизайн проекта будущей достопримечательности займется Юрий Райс. Его рекламное агентство сейчас готовит варианты. Уже известно, что на триумфальной арке будут расположены фрески в память о выдающихся русских флотоводцах и их победах. Это главная идея, которая легла в основу проекта. Здесь за Анапу бился весь цвет русского флотоводства. Федор Ушаков, причисленный к лику святых, адмирал Грейг, адмирал Серебряков. То есть все ведущие здесь сражались и много было битв. И победили русские. И без победы на море не могло быть завоевания, которые сделали уже там генерал-фельдмаршал Гудович. Триумфальную арку установят со стороны театральной площади. В качестве основного материала будет использован натуральный белый камень. Из него построена одна из арок на Пионерском проспекте, открывающая проход к морю. Со стороны улицы Крепостной будет разбит сквер с тротуарами и скамейками для отдыхающих. На входе в зеленую зону поставят пушки времен русско-турецкой войны. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. Сделано на Кубани. Все больше таких продуктов появляется в Анапе. И именно на местного производителя делают сегодня ставку и власти, и бизнес. Качество, ассортимент, а главная цена. Транспортные издержки здесь минимальные. Во время мониторинга оптово-родничных баз, которые сейчас проводит администрация города, эта тенденция обозначилась довольно четко. Что на анапских прилавках будет в этом сезоне, выясняла наша съемочная группа. Эта оптовая база работает более 10 лет. Пользуется популярностью у всего города. Товары, которые предлагает предприниматель, закупают практически все санатории, расположенные на Пионерском проспекте. В ассортименте порядка 5000 наименований. Макароны новороссийские, молоко из Тимошевска, печенье, а его здесь насчитывается более 300 видов, краснодарское. 70% продукции произведено на Кубани. Даже ценники на этот товар выделены особенными стикерами. Как признается предприниматель, работать с кубанскими производителями не только комфортно, но и выгодно. Кроме этого, здесь реализуют социальную группу товаров. У нас есть социальная группа товаров, на которую минимальная наценка. Это в том числе молоко в мягкой упаковке, кефир. Конечно, наша выгоднее. Она ближе. Меньше затраты на доставку. Соответственно, итоговая цена будет ниже. А на этой базе реализуют мясо, птицу и рыбу. Выбор самый разный. И если морепродукты в своем большинстве привозные, то птица почти на 100% выращена в Краснодарском крае. Вся продукция сертифицирована. Условия хранения соответствуют всем требованиям. Соблюдается температурный режим. После осмотра складских помещений комиссия выносит свой вердикт. Впечатления, в принципе, положительные. Почему? Потому что, во-первых, и склады убраны, чисто все. Скажем так, товар расставлен как надо по, скажем так, ассортименту. Наценка у одного и второго предпринимателя до 10% на реализованную продукцию. Это говорит о том, что они соблюдают требования, соблюдают наше распоряжение губернатора. В первую очередь, наценка минимальная, особенно на социально значимую группу товаров. Заместитель главы выступил с предложением собрать всех руководителей оптовой торговли, которые занимаются продовольственной группой товаров, и обговорить детали по реализации продукции с учетом предстоящего курортного сезона. Анапские предприятия Санкура должны быть полностью обеспечены всем необходимым. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Накануне нельзя было проехать по улице Краснозеленых. Сюда зашла специализированная техника, и дорога была перекрыта. Временные неудобства оправданы. Я думаю, что все мы хорошо помним последствия непогоды, когда не только ветки, деревья падали под тяжестью снега. Платаны, которым уже полвека, нуждались в обрезке. И давно нуждались. О нормах, правилах и безопасности в нашем следующем сюжете. Недавний разгул стихии принес немало неприятностей городу-курорту. Был нанесен ущерб как инфраструктуре города, так и жителям Анапы. Одна из проблем, с которой столкнулись городские службы – ураган повалил деревья, а из-за снега поломало много веток. Во избежание подобных ситуаций коммунальщики начали обрезку деревьев на улице Краснозеленых. Высота 50-летних платанов более 25 метров каждый. Рабочие на механическом подъемнике с трудом добираются до вершины дерева. Задействована три единицы техники. По нормам безопасности высота деревьев в городской черте не должна превышать 10-12 метров. Здесь же невооруженным взглядом видно, что размеры превышают нормативы. Поэтому специалисты делают обрезку на уровне пятого этажа. Оставлять зеленые насаждения в их первоначальных размерах – это опасно. Чего не видят пешеходы, снизу не видно опасных сухих веток. Вот мы поднимаемся наверх, если там видно будет. Поднимаемся наверх, там очень много сухих веток, опасных, которые при ветре могут упасть на пешеходов, могут упасть также на ларьки, на крыши, на машины. Ну, то есть опасно. Иван Иванович Левченко прожил на этой улице почти 60 лет. Участвовал в строительстве близлежащих домов, а также был в числе тех, кто высаживал эти деревья. Тогда это были маленькие молодые саженцы. Платаны утверждают, что за все время эти 11 платанов никогда не обрезали и не кронировали. Это же подтверждают и специалисты. По моему взгляду, они не обрезались, эти деревья нет. То есть даже не видно старых спилов, чтобы их кронировали до этого. Платаны – это долговечные насаждения. В городских условиях они могут прожить до 150 лет. Как утверждают специалисты, судя по спилам, деревья абсолютно здоровые. После обрезки веток питание ствола улучшится, и уже через год вырастут новые ветви, которые создадут тенистый коридор. Но это уже будут безопасные зеленые насаждения. На обрезку одного дерева уходит порядка 3-4 часов. Поэтому работы озеленителей продлятся до начала следующей недели. Руслан Душевский, Анапа. Регион. В Анапе провели День памяти жертв репрессий казачества. Ровно 100 лет назад вышло циркулярное письмо Компартии большевиков об отношении к казакам. Этот документ и положил начало репрессиям казаков, которые всегда считались опорой государства и православия, расстреливали или целыми семьями отправляли в ссылку. Сегодня их память почтили в сквере боевой славы. В первой половине 20 века по политическим статьям в нашей стране было арестовано более 3,5 миллионов человек. Более 600 тысяч расстреляны. На Кубани большую их часть составили казаки. Сегодня 100 лет со дня репрессий против казачьего народа. Притом самые большие репрессии прошли на Дону и на Кубани. Практически было уничтожено на Кубани более 2 миллионов казаков, казачьих семей. Это для нас самая большая трагедия. Вот в 90-е годы мы возродились и слава Богу, что это у нас получилось. Этот памятник создан в 1996 году. В Анапе существует общественная организация «Реабилитированные». На сегодняшний момент это в пределах 800 человек. А когда создавалась эта организация в 2001 году, было полторы тысячи человек. Это многие ушли уже в мир иной, потому что в возрасте. Она объединяет всех, кто был репрессирован в годы советской власти, но потом реабилитирован. Участие в митинге приняли и совсем маленькие казачата из 5-й и 6-й городских школ. Сегодня на площади перед Вечным огнем не один, а сразу несколько атаманов. Андрей Шепелев – самый маленький из одноклассников, но настоящий атаман по духу. Шлем, спор, восстановись! Прямо! Шагом! Марш! Казачьи классы, они выезжают и на соревнования, и на всякие мероприятия. Мне нравятся казачьи классы, потому что мы там маршируем, стреляем. Этот митинг совпал с началом месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Именно эти направления сегодня полностью совпадают с теми задачами, которые выполняет казачество. Оно, как и прежде, является опорой государству и православию в нашей стране. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Сегодня в Центральной библиотеке Анапы разыгралась настоящая снежная буря. Самодельный театр «Заводной мандарин» сыграл спектакль «Зимняя сказка». Сюжет простой и понятный. Разбойники похитили у Деда Мороза подарки, посох и елку. На поиски отправился снеговик. Кульминация этой истории в нашем сюжете. Самодеятельный семейный театр «Заводной мандарин» – давний друг Центральной Анапской библиотеки. Актеры уже отыграли здесь 14 спектаклей. Труппа мобильного театра небольшая, всего 16 человек. Артисты называют себя бродячими, как в известной песне. Быть скоморохом – искусство непростое. Смешить людей труднее, чем вызвать у них другие эмоции. Театр тесно сотрудничает с ГИБДД, МЧС, органами правопорядка. Наш театр – это театр безопасности, обучающий детей правильному ведению себя в чрезвычайных ситуациях, вообще в жизни просто, как правильно себя вести. Ну, география наших выступлений очень обширная. Мы ездим и по маленьким хуторам, и по большим городам Кубани, где нас любят и ждут дети всей Кубани. Мы стараемся еще больше привлечь людей, читателей, чтобы наши дети приходили к нам в гости. Центральный зал библиотеки заполнен до отказа. 40-минутное представление Цитрусового театра понравилось и добрым молодцам, и красным девицам. На спектакле этого коллектива я в первый раз просто очарована и игрой актеров, и реакцией зрителей. Ребятишки реагировали настолько живо, настолько эмоционально. Вот редко можно наблюдать сейчас у наших детей такую яркую эмоцию. Вот это очень дорогого стоит. В незамысловатый сценарий авторам интерактивно-опознавательной программы удалось заложить много полезной информации. Как чередуются времена года, какие опасности таит тонкий лед и так далее. Под занавес юные зрители пожелали, чтобы артисты чаще радовали их своими новыми постановками. Елена Мухортова, Анна Жукова, Анапа-Регион. Все выпуски новостей на нашем сайте anaparegion.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Субтитры создавал DimaTorzok